Лучшая случайность это та, что часть закономерности. Не так давно мы показали тебе, дорогой зритель, серию с первыми встречными. Тебе понравилось, и мы решили повторить эксперимент. Сегодня в нашей студии тоже случайные злобные зрители. И разумеется, вот тебе проф. Пишешь мотор? Петрушка, укроп, огурчики. Кстати, потом подорожает вот этот огурец отдельно, я надеюсь. Приятного аппетита, добрый вечер, здравствуйте. Добрый вечер. Как дела? Замечательно. Меня Артем зовут, а вас? Кристина. Очень приятно. Привет. Как дела? Хорошо. Не люблю вмешиваться в беседы, но через силу, через себя, как говорится, переступаю, через свои моральные принципы, через свои. Как зовут вас, привет? Привет, Виталий. А вас? Маша. Продолжите, я к вам присоединюсь. Куда идете? Не знаю, пока. Добрый вечер. Здравствуйте. Рыбку продаем? Какую рыбку? Что у нас здесь? А, йогурты. Коломна. Натуральный йогурт термостатный, из цельного молока готовим. Все, Дима, в керамической таре. А что это за акция такая интересная? Это акция «Подойди к девушкам и позови их на шоу «12 злобных зрителей» на МТ в качестве «12 злобных зрителей». Знаете такое шоу? Приезжает друг из Италии, с которым хочу перегуляться. Вот прям с другом приходите. Да, я могу. Мы вас дождем? Хорошо. Все, тогда договорились, давайте. Пять. Все, жду. Спасибо. Зрители сегодня в студии случайные, а вот клипы нет. Пятерку видео, которые мы отправим, на суд этой злобной дюжины выбрали наши подписчики официальной группы ВК. Отныне так будет всегда. Хочешь влиять на контент МТВ? Подписывайся на наши социальные сети. Вот-вот мы перейдем к нашей основной задаче, просмотру и оценке клипов сегодняшних. Но для начала я хочу с вами познакомиться. Как кого зовут, я помню. Кто чем занимается? Расскажите, Саш, начнем с тебя. Я бизнес-аналитик и музыкант. Сразу вопрос, во что лучше вложиться? Во что лучше вложиться? На ушко. Я бизнес-аналитик, а не финансовый аналитик. Да, я внедряю систему электронного документа оборота. Окей, извини. Саша. Да, я скажу вам, во что вложиться. Нужно вкладываться в парусные яхты. Парусные? Я занимаюсь продажей парусных яхт. Класс. Оля. Я главный инженер проекта. Работаю в строительной компании. Вы прям сооружаете что-то, что потом... Где потом живут люди? Да, жилые дома. Все инженерные системы контролируют, отслеживают степы строительства, проекты с проектировщиками, взаимодействуют. Обалдеть. Даша, расскажите про себя. Я HR в агентстве CRM-маркетинга. Набираю людей, обучаю, занимаюсь развитием. Круто, спасибо. Микель и Лука, это наши гости из Италии. Мы встретили этих ребят случайно на одном из городских рынков. Ребят, чем вы занимаетесь в Италии? Что вы делаете в Москве? Я сейчас в Москве, в командировке. Это очевидно. Уже 6 месяцев работаю в итальянской компании. Отвечаю за рынки в Восточной Европе, за развитие рынков. Что продаете? Бытовую технику. Мы производим в Италию и производим. Извините, в Италии и продаем везде. Мне кажется, вам не нужно извиняться. У вас максимально милый акцент. Вы можете делать сколько угодно ошибок. Девушки вам точно это простят. Здесь сидящий. Лука, чем вы занимаетесь? В Италии в Сан-Петербурге. Сорвуто тут и для миссии Сан-Петербурга. Жил в Питере, но Erasmus сделал. А сейчас живу в Италии. Всем привет в Питере. Лабору как аналиста финансиария. Работаю как финансист, финансовый анализик. Очень круто. Вот как раз у вас надо было узнавать, во что вкладываться. Катя, расскажите нам про себя. Я коллега Александры. Мы занимаемся яхтами. Только я непосредственно по бронированию. Отлично. Кристина? Я художник, пишу картины и расписываю стены. Спасибо, Леш. Я инженер, музыкант. Вот тут сидит Саша, мы с ним в одной группе играем. И вот, собственно, я здесь. Супер, спасибо, что вы здесь. Настя, расскажите про себя. Я работаю в российской службе, страховой компании. Организовываю медицинскую помощь за границей. Коля, что расскажешь про себя? Я диджитал-маркетолог, продвигаю большие бизнесы, музыкальные и персональные бренды. И, наконец, Наташа. Я дизайнер графический. У нас большая команда, и я являюсь, собственно, одной его составляющей. Очень разные люди, очень разные зрители. Сегодня тем интереснее. Давайте, наконец, начнем смотреть клипы. Первым мы посмотрим клип Басты. Но не просто клип. Эту работу захейтили в сети. Вот теперь мы тоже ломаем голову, брать ее на MTV или нет. Баста и Страниза не пара. Товарищи, дорогие друзья, сегодня мы будем петь для вас песня. Товарищи, дорогие друзья, сегодня мы будем петь для вас песня. Обожаю автотюн. Это просто замечательная вещь. Что она... О, это она про клип. Что ты не пара мне, но подойди ко мне, ты хочешь себе. На модном бите я нелепко. Ну что, бежим? Волный прав, он стиль тренд. Давай. Слушай, я полю за тобой влютой запарить. Сценарий закончился после 20 секунд. Дальше уже как пойдет. Интроизация. Ты думаешь, это пристайл? Снимали рандомно. Без подготовки. Нет, я думаю, что запись-то была, а вот съемка уже закончилась. Забыли выключить камеру? Да, типа того. Давайте вы походите, поснимайте. Это тоже, наверное, на день города какого-то снято, да? На день города Дедовска. Нет, Медлячок затянулся на 30 секунд. Ты из Дедовска? Да. Элло! Я из Красногорска. Твой. Все, блин. Твой из Дедовска. Я. Вы рядом, вы земляки. Да, да, да. У нас будет один взгляд на клип. Отлично. Чувствую себя свободной. Я чувствую твой взгляд на мне. Сколько скрыть его неправо. Аббаса, он же такой колоритный. Калоритный персонаж. Песня о теме от клипа. Они как будто бы на диктофон записали на кухне песню, а потом музыку вставили туда. Неплохо. То есть как-то это выглядит, как будто бы они... Тренируйтесь отлично. Такие нам комментарии нужны. Такого мы от вас и ждем. Так хватит стоять и тупить, когда же тебе это все надоест. Мне это напоминает клип «Руки вверх», где они в доме престарелых, по-моему, снимали. Знаешь, я никогда не была так счастлива, как в эту ночь. Всегда жила для всех. Для себя никогда. До того, как вы начнете рассказывать ваши впечатления об этом клипе и уж тем более голосовать, хочу рассказать вам правила этого шоу. Многие из вас, наверное, их знают. В конце вы будете выбирать лучший и худший клип программы. И один из этих клипов, который вы выберете, соответственно, лучшим, попадет в ротацию MTV. Поэтому нужно быть, как вы понимаете, максимально ответственным. Ну а теперь приступим. Поехали. Разносите этот клип или, наоборот, возносите его до небес. Кто что скажет? Кто хочешь высказать? Коль. Надоели все вот эти периферийные ДК, рестораны. То, что было у Билана недавно, там, не знаю, я это называю гудковщиной, которую он снимает в одном стиле все свои клипы. И то есть это прям вот ничего нового в этом клипе я не увидел. И, опять же, песня отдельно от клипа. То есть выключив звук, можно подставить любую песню. И будет все точно такое же. Никаких эмоций не вызывает клип. Вот это ты, кстати, важную тему подметил. Ты считаешь, что в музыкальной культуре появился новый тренд, который ты называешь гудковщиной. И который, в принципе, недавно ярко очень загорелся и так же быстро сгорел, на твой взгляд. Да. Кто еще согласен с этим? Я согласен. Он перенасытился. Рынок перенасытился подобным форматом. Здесь и не рэп, получается, в этом клипе, и не попса. То есть даже если они пытались сделать что-то попсовое, то это даже с точки зрения попсы выглядит стрёмно. Вот поэтому, кстати, захейтили клип, если верить комментатору. Последняя сцена все говорит в этом клипе. Песни знакомы, но я не ожидала такого клипа увидеть. Если бы мы увидели в этом клипе, не знаю, голых девушек опять, какие-нибудь крутые тачки, мы тоже самое бы сказали, что рынок перенасытился этим. Давайте что-то новое. Вот вам новое. Почему нет-то? Нет, в этом клипе непонятно, кто их вообще позвал именно на эту дискотеку. То есть никакой истории непонятно даже, если ты хочешь подумать, что это за история. Саша? Я думаю, что просто плохо реализовано, просто недодумано, недопродумано. Наклёвывается какой-то сюжет, а потом просто одна сцена, снятая с разных ракурсов. Микель и Лука, поняли ли вы, о чём этот клип, и как он вам вообще? Себе он капитул, да, дикоза ситратова. То есть так, в Италии, на берегу Гарды, аристократичная коммуна, зашёл бы этот контент? Ну, почему бы нет, может быть, тоже и на фестивале в Венеции можно бы показать такой короткий фильм. Так они, может быть, для него и снимали. Да, это же... Чтобы слов не было понятно, а красивая картинка и мелодичная. А вы России так себе представляете? История смешная, монтаж хороший, только не понимаю хорошо, как музыка и видео вместе сделаны. Мы тоже не понимаем. Так, Кристин. Ну, я когда слышала эту мелодию, я не думала, что можно снять такой именно клип, который вообще никак не ассоциируется с этой мелодией. Для меня хочется видеть картинку, которая немного хотя бы соответствует тому, что я слышу. Давайте ещё узнаем мнение Даши и перейдём к голосованию. На самом деле, мне не очень понравилось, потому что вот я прям согласна абсолютно со всеми, что как-то песня, она не колерирует с видео. Вот, но вообще, Баста, мы ему прощаем это. Я прощаю. Он клёвый. Вы прощаете. Или прощаешься, ты с ним. Может быть, он не виноват. Мы готовы простить Басту за его колоритный образ, или всё-таки это за шквар? Вот кто как считает? Второе. Если он больше не будет, то можно простить. Простить можно. Картинка классная. Предал ли Баста хип-хоп? Давайте зададимся вот таким. Он предал Нагана, вот. Так Нагана, Нагана в хип-хопе, а Баста он так на пересечении. А вы не думаете, что для того человек и создавал вот эту мультиобразность, чтобы сказать, ну это Баста, ребят, что вы от него хотели, конечно? Ну он хитренько поступил. Это третий какой-то, может быть, образ. Просто мне кажется, что он сейчас начал халявить, вот и всё. Окей, давайте голосовать. Вот так мы отправляем, точнее, поднимаем клип в топ, вот так отправляем его в отстой. Воздерживаться нельзя. Погнали. Ну. Четыре за, восемь против — это результат Баста и страницы с клипом «Непара». Следующий клип тоже далеко не бюджетная работа. Его снял известный многими вам, я уверен, режиссер Алан Бадоев. Снялся в нём Лёша Сфик. Клип называется «Луна». Это почти как лука, только луна. Смотрим. Полная луна укажет мне след. Я тебя найду, найду, хоть где, когда заживёт. Начинается как клип «Максим». Красивая девушка уже есть? Мне кажется, единственное, кто помнишь клипы «Максим». Сейчас раскрылись наши музыкальные предпочтения, неожиданно. Ребят, классика, давайте будем нажать. Он на каком языке? Ой, всё. Серьёзно? А, нет, он в телефоне. Смотри, клип на русском, но и субтитры на русском. Это если кто не услышал. Хватит. Не покрасили кадр один. А ты профессионал, Саша? Ты монтируешь? Снимаем. Ну, в смысле, мы себе снимаем клип. Себе? Ну да, у нас… С Лёшей. Да, с Лёшей. Да-да. Только не с Виком? Нет, не с Виком. Где их родители? Это луна от меня тебя скроет. Да. Я выйду через 30 минут. Мне надо в душ. Кто ожидал такой развязки, ребят? Честно. А я ещё как раз подумала, тебе, наверное, в душ надо ещё сходить. Как раз. Мне надо в душ. Они… А, может быть, она… Видели, сколько цветов? Может быть, она… У неё цветочный бизнес? Может быть, она поёт, певица? Ну, то есть… Не хочется, да, плохо думаете, человеки? Цветочный бизнес. Согласен. Давайте на него. Человек развозит цветы. Красивый домочек. Ещё надо слов, чтобы забыть тебя. Если даже потерял тебе тот самый путь, Обязательно найду одинокую луну. Боя луна ухажет мне вслед. Я тебя найду, найду. Ходи, когда заживет больное крыло. Далеко-далеко, где кончается небо. Далеко-далеко, где кончается море. Ребята, мы посмотрели клип. Сейчас мы будем высказывать, как всегда, наше мнение о нём. Оль, пожалуйста. Блин, песня классная на самом деле. А вот что-то как-то… Слушая песню, я плачу, думаю о красивой любви и красивой истории. А здесь я плачу от того, что я ничего не понимаю. То ли продавшись на цветов, то ли, извините. Вообще какая-то чушь полная, я не знаю. Да нет, потому что на самом деле популярная тема немного затронута, мне кажется. Популярная? Ну, в плане её работы, мне кажется, да. Что вы хотите сказать? Вы хотите… Мы сейчас поднимаем социальную, остро социальную проблему общества. Ну, типа того. И Лёша Свик тоже это сделал. Ну, типа того, мне кажется, да. Так мы о проституции говорим о чём? Или о цветах всё-таки я не могу понять. А, эскорт. Эскорт. Мне кажется, да. Вот это когда вот там вот шашлыки, лысые люди. Ну, я не знаю, ну, может, ну, такое менее, это как бы… Ну, мне кажется, показалось, что если он ей позвонил, как бы, ладно. Может, я не ожидал, что её, конечно, в шалки повезут. Поехали. Ну, знаете, как это сопровождение в лесополосу. Да. Так, окей. Кто ещё хочет высказаться? Давайте я скажу. Может быть, я самый злобный, но, по-моему, это очень банальная история, простая. И песня, ну, попсовая, неплохая. Вот. А всё остальное, ну, мне кажется, что такое уже было. Вам не зашло? Не зашло. Вот если бы он её выразумил, чтобы она отдумалась, назвала себе классную профессию, то уже… В конце нравоучения минут на 40 вот так вот. Да. Счастливый, конечно. Счастливый, конечно. А потом они уже пожелились. Интересно, титры зачем? В русском, да. Вот эта фишка, да. Я вам скажу, ребят, а я скажу, Лёша Свик позаботился о Микелье Луке. Хотя они не читают по-русски. Он попытался хотя бы. И именно оранжевым цветом. Друзья, расскажите всё, ваши впечатления о клипе, что вы там увидели. А также, что это красиво, что он использует колори и лучи, чтобы воспринимать ощущения в видео, даже если он не понял теста. Лука просит закачать ему на флешку и передать самому, если кто не понял. Клип называется почти как Лука, поэтому ему понравилось. Он говорит, что цвет и все цвета, и они как ему понравились, как чувства. Чувства и цвета вместе сочетаются. Заработали. Мне тоже понравились цвета и драматургия. Если можно так сказать. Клип хорошо для меня придуман. Сначала думал, что это будет про любовь, а потом было про любовь, но сложно сказать, что это обычный клип по любовь. Вот, ребят, скажешь, для России острая проблема. Для Италии это острая проблема? Ну, с к сожалению, я думаю, да. Я думаю, не только Виталий, и там тоже. Тоже пацаны на геликах приезжают, звонят, и от шашелков не отвертеться. Спасибо, мы вас поняли. Ребят, Деш? Мне, в принципе, еще понравился момент про символизирование вот этой башни. Я, правда, не очень понял, зачем она там нужна. Ну, ты почувствовал, что ли? Ну, да, но выглядит красиво. То есть какая-то штука в этом есть. Но они поднимались вверх вместе, а потом падали. Он же сказал... Они, типа, прыгнули в пропасть вместе и стали вместе. А потом они прыгнули по отдельности, и она исчезла. Вот, наверное, так. В общем, вот это вот мне понравилось. Это прикольно. Ну, это символ. Но вообще песня такая, что каждый здесь хочет видеть то, что он чувствует. Как и Ольга сказала, вот она говорит, я вижу другую картинку. Может, Леша видит эту картинку. Может, у него личная драма. Она уже откуда-то знает. Она уже быть вполне. Коль. Я увидел худший клип Илана Бадоева. Потому что, мне кажется, он снимал на скорую руку. И самый непродуманный. Потому что эта башня... Одной игры за семечки? Да, да, да. Потому что, мне кажется, полное общение попадания примитивно. И интересно, в этом ничего нет. Плюсы избитые, опять же, с этой вышкой у Макса Барских он использовал уже в клипе. Он уже использовал эту мышку. У Барских? А, все тогда. То есть это вторичка, по-моему, не самый взрослый. Может быть, это вообще было так? В пасхалке, да. Леша звонит Алану. Говорит, Алан, снимешь клип? Он говорит, ты знаешь, я не могу, у меня есть стажер. Неплохой парень. Да. Я думаю, что так и было. Да, давай подъезжай. Я думаю, так и было. Кто еще хочет высказаться? Наташа. Ну, я не знаю, кто эти все люди. Серьезно, я не знаю режиссера. Включая Алану. Да, я реально не знаю, кто это. Ну, мне понравилось. Любой. Классный, очень. Метафоры присутствуют, мурашки по коже есть. Никаких претензий нет. Хорошо, давайте голосовать за этот клип. Поехали. Семь за, пять против. Это результат Леши с Вика. Посмотрим, что будет дальше. Следующий артист не новичок на сцене, но по-настоящему популярным он стал недавно. После того, как с хип-хоп сцены перешел в поп-музыку. Как думаете, про кого я говорю? Немного про кого я могу так сказать. Это Андрей Звонкий с клипом «Новый трип». Андрей Звонкий, конечно, кто же. Мне хватает глаз видеть прошлое. Мне уже нравится песня. Мне уже не нравятся песни. Не нравится? Блин, да ну... Как там внутри горят огни. Я как тот перчекил за тенью от хайда. Виктору лучи разноцветного... Да, возникает вопрос, куда гитара подключена, да? Всегда возникает вопрос, куда он подключает гитару. А вы видели гитару без колков? Я не вижу колков. А, но это есть такие особенные. Называется гитара без колков. Это похоже на песни «Пицца», группы «Пицца». Когда они просто сменили локацию в клипах, вот и все. Господи, я такой динозавр, я вообще не понимаю. Я не смотрю эти клипы. Представляешь, какой ты? А представляешь, какой Андрей Звонкий динозавр? Он еще с Бэт Би работал. Кто такой «Пицца»? Да кто? Это Анита Цой? Без исходности к черту это все. Если есть любовь, это свыше знак. Чистить свою кровь вновь. Время как вода, время не беда. Когда внутри горят огни. То есть самый главный посыл это время не беда, когда горят огни. Все, мы поняли. Запомните. Я вот вспомнила про Диму Билана. Рядом с которым катались на Евровидении. Вот он похож. Да, да, да. Катались. Вот он, короче, везде поел. А кто? Плюсенко. Плюсенко. Отец гном-гном еще, между прочим. Ребят. А, и так пахнет песком и морем. Время как вода. Время как вода. Время не беда. Расскажи, пожалуйста, Леша, сразу давай ты. Как тебе вообще в целом? Мне не понравилась песня. Мне не понравился чувак с гитарой, плесущий рядом. Мне не понравилась его шапка или волосы, что это было. Розовая кофточка, это мы все знаем. Спасибо. Вообще никак. То есть набор, не знаю, для туристической программы. Ну, кстати, да. Орел и Решка. Орел и Решка, да. А у кого из них было 100 баксов? У гитариста, наверное. Я думал, у продюсера только и все. Его даже не хватило на нормальную гитару. Или у продюсера, действительно. Так, Наташ. Ну, я бы не смотрела его больше одного раза. Больше никогда. Ну, не знаю. Как бы тренды соблюдены, наверное, можно отнести вот к плюсам. Зачем их соблюдать, если ты, Наташ, хейтишь этот клип? К чему эти тренды? Ну, короче, мне не понравилось. Настя? Мне не понравилась песня. И мне кажется, что музыка такая, она вот под такую локацию вообще не подходит. Вот в таких огнях и так далее, мне кажется, должен быть какой-то... Ну, что-то другое, в общем. А то, что вот они поют, это должно где-то быть... На берегу моря, там вот они должны плескаться, любить друг друга. Мне кажется, вот так. Гитариста. Да, вот это вот интересный подтекст. Но звонкий, Андрей, ты знаешь, куда двигаться, в какую сторону, что хочет аудитория, если что. Кать, не будешь говорить? Нет, говорить буду. Я про то, что первая там вот мелодия, сказала, что тебе не очень зашло. Нет, было мелодичное и приятно слышать. Но, наверное, похоже. Просто тебе, наверное, нравится звук акустической гитары. Возможно. Пойдем, я тебе покажу там попозже. В общем, попозже на многое. Ну, если приготовьтесь смотреть, то, что... Ребят, вы снимите. Ура, ура. Вот, но в целом нет, не зашло ни текст песни, ни клип. То есть ни о чем. Даша. Блин, Злюки, а мне понравилась. Реально, очень прикольная песня. Как-то обижена на них. Ну, потому что Злюки. Злюки. Да я бы, на самом деле, вот под такую песню там пыль протирала очень даже активно. Там, не знаю, убираем посуду бы мыло. Ну, реально, реально, клип бы я, конечно, не стала смотреть. Вообще, редко что-то рискнула. И слышать я бы не стала. Во Даши. Ну, 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 да. Дружелюбная высокомерия, Даша. Так, ребят, секунду внимания. Рогатцы, чао. Ваша очередь, вам слово, пожалуйста. Мне впечатляет атмосфера underground в видео и концерна Карина. Дуже понятно. Хочется вам ответить даже. Что-то поняли. Меня понравилась атмосфера underground этого клипа и тоже музыка. А меня вообще не понравилась музыка. Клип тоже для меня не совсем понятный, как он с музыкой работает вместе. Ну, может быть, просто это не мой жанр музыкальный. И, ну, для меня это нет. Ваша точка зрения, ваше мнение. Мне понравилось, почему бы и нет. Я бы эту песню взяла, нарезала бы роликов, которые я сняла на айфон, как я еду там куда-нибудь на юг. Почему бы и нет, в общем-то. Может быть, там было бы даже то, что хочет увидеть. Да. Закаты над Ростовской областью очень классные, кстати, под эту песню подойдут. Мне кажется, да. То есть я родился в своих клипах. Может быть, это был гимн Ростовской области. Но клип нет. Но вообще Восток сейчас очень привлекает людей, в том числе музыкантов, в том числе клипмейкеров. Но вот здесь как-то больше переход, пожалуйста. Пожалуйста. Почему переход? Почему в Токио много мест классных, где можно взять локацию? Underground. Underground, да, переход. Все. Окей. Сошлось. Так, спасибо. Саша. Картинка красивая, но я сторонник того, чтобы была какая-то философия у клипа и у песни. Они коррелировали. Ну, был какой-то смысл. Здесь просто красивая картинка. Давайте голосовать, ребят. Голосуем. Три за, девять против. Новый трип Андрея Звонкова, очевидно, не зашел нашим злобным зрителям. Следующий клип, который мы вам покажем, может быть, кто-то из вас смотрел, но я могу точно сказать, что эта песня не играет по радио. Ее, может быть, знают какие-то определенные нишевые группы людей. Группу «Мы» кто знает? Кто в курсе эту группу? Да. И возрадуйтесь, товарищи, сейчас будет смотреть клип группы «Мы», который называется «Рядом». На капоте вмятина, это ты навстречу шла, не хотела повернуть, а вернуть, вернуть. Улетела ты в шоссе, вниз с обрыва к берегам, и окутала вода навсегда. Да, да, да. Мы рядом, а мне уже не надо. Солнце сменилось листопадом, но правда, не надо. Вообще история группы «Мы» она очень увлекательна. Ребята сходились, расходились. И очень удивительно, что песня это на самом деле не новая, а клип относительно новый. И мы видим, что Елы здесь нет в этом клипе. Вот есть только Даня. Никто ничего плохого не говорит, потому что это хорошая песня. Песня нормальная. Что-то клип... Песня такая, слишком попсовая. Мне не особо нравятся такие. Вообще Даня очень музыкальный человек. Он может играть практически на всем, вообще на всем. На любых инструментах. Я видел лично, как он это делает. Последние, кстати, концерты у него, которые проходили в Москве, в Минске, в Питере, они были с живой музыкой, с оркестром. Обычно они не в живую играют? Обычно ребята под минус пели раньше. По крайней мере, когда они собирали ред в Москве, это было под минус. Давайте обсуждать, делитесь вашими впечатлениями. Мне кажется, что песня очень танцевальная. И клип подходит к ее. Карино, но это были точки, которые я не знал, что я не знал. Мне нравится, но в некоторых моментах для меня не было особого смысла. Спасибо. Николай. Клип, я считаю, что очень крутой. Наверное, лучший пока тот, который мы посмотрели за сегодня. Потому что один кадр, одна локация, но намного динамичнее, интереснее смотрится, чем тот же самый баст или еще что-то. То есть и музыка полностью соответствует настроению и клипу. То есть такая туманность, такой клауд, еще что-то. То есть мне очень понравилось и мне зашло. Наташ. Ну, я просто люблю этого исполнителя и все любые коллаборации с кем-либо. И сейчас это первый клип, который я смотрю на репите постоянно, на самом деле. Спасибо, Настя. Да, мне очень нравится и музыка. То есть мне очень нравится эта песня. И клип я тоже когда увидела, сначала вроде кажется очень просто. И в то же время очень харизматичный солист. То есть смотришь на его движение, как он танцует, как они взаимодействуют между собой. Мне вот очень это увлекает. И реально атмосфера чувствуется. И когда хочется просто расслабиться, в самый раз вот такой вот, ну, так под вечер просто подпевать и клип посмотри. Что скажет Леша? Вот что они хотели сказать этим клипам? Они хотели донести эйфорию, наверное, до нас. Если так, то кажется, им это удалось. По крайней мере, звучит и выглядит все это с таким посылом. А что касается идеи на тему одного кадра, ну, идея не первая. Просто это очень сложно. И действительно круто, что так сделано. Спасибо, Кристина. Я первый раз вообще слышу этих исполнителей после этого клипа. И того, что я услышала, мне захотелось послушать еще и посмотреть клипы дальше. То есть, значит, мне понравилось. Оль, тебе как? Мне очень понравилось. Спасибо, что познакомились с артистом. Я реально первый раз слышу. И вот первое было желание прямо туда к ним телепортироваться и так же комбинезончик надеть и... Там буду звать. Отличное желание. Спасибо, Даша. А вот не скромный вопрос задать. А вот не скромный вопрос. Мне 21 год. Я вспоминала. Так тебе всего 21 год. Так нет, подожди, стой. Я уже как бы вот типа 18, вот 21. Ну, это, мне кажется, как сама себя представляешь. Да, но мне понравилось, значит, я 18. Типа мой психологический возраст. Мой психологический возраст. Ваше мнение, Кипи. Так как я не 14-летний подросток, могу смело завидеть, что я не знаю. У меня сестра... Осведомила об этом. У меня сестра 16-летний подросток. И, ну, она такое вряд ли бы посмотрела. Что слушает твоя сестра? Просто отвлечаешься. Ну, мою музыку, например. А у меня не, она нет. Шейха была сестра. Пусть попробует послушать ее. Здесь будет сегодня твой клип, нет? Нет, это так. К сожалению, нет. Скажу про клип. Я знаю группу «Мы» по одной песне, по трагичной, наверное, слышали про... Да, слышал, было. Вот, было дело. И песня клевая, она прям... Ну, то есть в совокупности с той историей... Ты говоришь про песню «Возможно». «Возможно», да. «Мне придется убить тебя». Вот это. Вот, очень минималистично и круто. Смотри, теперь надейся, что ее истолкуют так, как нужно. Что касается вот этой песни, я, ну, в первую очередь, обращал внимание на визуальную составляющую и слов, как-то не обращал внимание на слова, потому что, ну, музыка очень простая, аранжировки простые. Но сама идея менять локацию вокруг артиста, а не артиста переносить из локации в локацию, очень интересная. И вот, если бы это был полный экран без черных этих прорезей, то мне кажется, что это было бы... Про какие-то прорези? Ну, вот, между экранами, стыки между экранами. Ну, ты педант вообще, ты... Ну, простите. Окей. Я злобный зритель же. Нет, все правильно. В целом, в целом, прикольно. Мне кажется, Артем, фанат группы «Мы», только вставок там, они играли когда в клубе «Рэд», у них там такие были штаны, и они там такие... Я не стесняюсь этого, я один из основателей фан-клуба в Ловне, группы «Мы» в Ловне. Админ, да? Да. Я админ и единственный участник. Пожалуйста. Ну, я вообще как сужу? Если я ее скачаю себе в машину, то песня классная. Если я буду щелкать канал и попаду на этот клип, я, наверное, послушаю песню, но клип все-таки смотреть не буду. Не знаю, мне не зашло. Отлично, спасибо. Давайте голосовать. Эх. Не знаю, Лава. Решайся, решайся. 4 против 8 за, переходим к следующему клипу. 22 подписчика и всего полторы тысячи просмотров. Я не оговорился, 22 подписчика. У Алины Астер вообще нет фан-базы. Но кто знает, может быть, после того, как мы с вами посмотрим этот клип, у нее появится на 12 поклонников больше. Алина Астер, Open Any Door, смотрим. Лава. Алина Астер, Open Any Door, смотрим. Видео – Mobileоз. Подписка и видеть на 12 границ. Алина Астер, Open Any Door, смотрим. Подписка и видеть на 12 границ. И в общем, когда мы с вами снимаем этот клип. Хороший. Хороший человек. Некий Фарид Азизов. Реально Адель напоминает. Там клип со стаканами, вот такая же лофтовая локация. Не только голос напоминает, но и манера песни. Да, я сразу поняла. Если она хочет стрельнуть, она должна на русском петь, мне кажется. Потому что никто не будет слушать. Не знаю, мне кажется, нет. Почему бы не на английском? По-моему, круто. Мне кажется, что английский язык гораздо более музыкальный. Это долгая история. Это момент, когда будет дискуссия большая, наверное. Некий, ну что-то выдаёт в этой девушке? Я первый раз могу понимать текст. Я очень рад. Что-то выдаёт в этой девушке русскую артистку? Произношение. Она русская? Да. Видимо, нет. Уровень. А что вот за линии? Как вы думаете, что это такое? Вот эти вот ниточки. Там с одной стороны была прям туалетная бумага как будто, а сейчас вот ещё красные нити. А это для этого, наверное, надо понимать текст песни. Да нет, нет. Я думаю, что здесь, видите, люди разной расы, разных занятий, а эти красные нити по калегории, которая... Ну, открой все двери и иди. Да, ну, открой все двери и иди. Субтитры сделал DimaTorzok Сумасшедший мир. Давайте по очереди высказываться. Начнём, наверное, Микель, с вас. Видео чуть-чуть бюджетное, может быть, но всё равно монтаж и режиссер хорошо работали. Поэтому для меня это хороший клип и хорошая песня. Ну, видно работы режиссёра, что кадры подобраны круто. Хочется пересмотреть ещё раз. Кристин, спасибо. Николай? Ну, если оценивать клип, очень красиво, очень качественно. То есть, если бы я не слышал бы то, что она поётся с акцентом, я бы никогда не подумал, что это сделали у нас. Вот. А по поводу песни, мне показалось, что это такая типичная песня для Евровидения, если честно. То есть, вот такие вот у меня ассоциации. Да даже мотивы такие. Ну, да-да-да. То есть, да, мы встанем, мы все будем бороться, мы все такие, давайте за мной и так далее. А, ну, короче, социальная тема, поднятая очень активность. Да, Наташа, как вам? Ну, это сложный клип, потому что здесь подняты реально тоже важные какие-то вещи, социальные проблемы, скорее всего. Ну, красиво. Я удивлена, что 22 подписчика, да? Да, 22 подписчика и полторы тысячи. Это свежие, просто, ну, как бы... Я думаю, месяца два-три назад вот так вот. Ну, в общем, чувствуется, что будет какой-то карьерный рост. Спасибо. Даша. Блин, я очень хочу, чтобы этот клип попал в ротацию МТВ, потому что мне кажется, что вот такие бюджетные истории, которые снимаются от чистого сердца, они должны быть вынесены на суд широкой публики. И, ну, мне очень понравилось. Я буду голосовать однозначно за это. Лучший клип, который я видела сегодня. Оля. Ну, вообще, мне тоже очень понравился какой-то залипательный видеоряд, и мне хотелось на какую-то минуту сказать, что, блин, замолчите, мне хочется ее послушать, потому что вы тут разговариваете, а я вот сижу и слушаю. У нее потрясающий голос, и, блин, да. Да, мне все понравилось. Очень круто. Лука, что скажете? Браво, браво, контанте. Браво, контанте. Браво, контанте, да. Спасибо, спасибо большое. Кому-то не понравилось, есть те люди, к которым вообще не зашло? Нет, мне просто не понравилось. Не то, что не зашло, но мне кажется, что я очень много просто смотрела таких клипов, они все были качественно сделаны, но они друг от друга принципиально не отличаются. Тоже могу сказать то, что, типа, песня лучше, чем клип, песня очень крутая. Клип чуть-чуть хуже, но вообще все равно вполне в порядке. Да, мы не понаслышке знаем, как это снимать. Потому что вы же музыканты. Да, мы же музыканты. Пятый раз сегодня расскажем. Ребят, давайте голосовать. Голосуем. Единогласно 12 зрителей за клип Алины Астер «Опен Энни Дур». Переходим к самому главному, к выбору лучшего и худшего клипа программы. Начнем с худшего. Предлагаю каждому высказаться, какой именно из сегодняшних клипов худший. Поехали. Клип Звонкова. В нем нет абсолютно ничего. Набор футажей привычных. Просто что посмотрел его, что не посмотрел, ничего не остается в эмоциональном плане. Худшим клипом считаю клип Басты «Страница». Самый неудавшийся клип был у Басты и «Страницы», «Непара», потому что вышел довольно стрёмно и неинтересно. Баста и «Страница», «Непара», потому что скучная песня, скучное видео и нет никакой связи между ними. Абсолютно не понравился клип Звонкова и песня, в принципе, тоже, потому что все, что мы прослушали, посмотрели. Это единственный клип, который я вообще не запомнила. Самый худший был клип Баста, потому что было мало смысла. Для меня самый худший клип был клип Звонкова, новый трип. А мы рядом, потому что скучно, неинтересно, типично и вообще никак. Думала, что смогу простить Басту, но не смогла. Это был самый скучный клип, который мы посмотрели сегодня. Поэтому худший Баста «Страница» «Непара». Баста и «Страница», ну, надо перелистнуть эту страницу, забыть и больше такого не повторять, пожалуйста. Клип Басты, потому что, ну, это реально... Худший клип, который я сегодня видела, это клип Басты. Мне абсолютно не понравился, я не вижу связь клипа с песней, ни до какого смысла в нем я не увидела. Отстой. Итак, клип Басты и «Страница» не пара сегодня худший. Переходим к выбору лучшего. Клип группы «Мы рядом». Там просто мне понравилось абсолютно все, от идеи до визуального ряда. «Мы рядом», «One love». Очень просто люблю эту группу и все здорово. Больше всех мне понравился клип «Мы рядом», потому что там была приятная атмосфера, хорошая картинка и хорошая лирика. Алина Астер и неподражаемый Фарид Азизов. Сегодня вы потрясающие, в общем, вы лучшие, молодцы. Понравился клип Лёши Свик, «Луна» и песенка, и клип, было приятно смотреть. Алина Астер, песня красивая и клип тоже. Я согласен, Алина Астер. 12 points go to Алина Астер. Она супер, я за тебя. Алинка, ты молодец. Я думаю, что лучший клип был у Алины Астер, потому что он единственный из драматургии, из идеи. Не буду креативной, лучший клип Алина Астер, «Open any door». Мне очень понравилось, я прям голосую, чтобы он вышел в ротацию. И у нее было не 22 подписчика, а намного больше. Лучший клип и лучшая песня — это «Мы рядом», и сегодня точно у меня будет в плейлисте. Спасибо. Лучший клип, который сегодня посмотрели, для меня это клип Алины Астер. Понравилось то, что они сделали со смыслом, круто, несмотря на то, что был маленький бюджет. Молодцы. Лучшим клипом сегодняшнего выпуска наши злобные зрители выбрали клип Алины Астер «Open any door». Но все это время в нашем официальном паблике ВКонтакте тоже шло голосование. И наши подписчики проголосовали за клип Леши с Вика Луна. Это было шоу 12 злобных зрителей на MTV. И пусть эти случайные зрители были не очень злыми, возможно, следующие будут еще злее. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!